Операцию по спасению дикого животного провел житель заводского района Саратова Дмитрий Лапин. Ночью, возвращаясь в областной центр по Волгоградской трассе, он заметил сбитую машиной косулю. Животное было сильно изранено. Решение отвезти его в ветлечебницу пришло сразу. Как спасали косулю и какова ее дальнейшая судьба, расскажет Полина Попенец. Она к нам уже привыкла, мы ее вместе нашли. Вот мы ее зашили в клинике, вот у нее все брюхо, вот зашили все, здесь вот так все было разодрано у нее. На теле раненой косули нет живого места. Перелом двух задних ног, глубокие раны и ссадины по всему телу. Даже остались следы от шин. Животное Владимир и Дмитрий обнаружили на обочине, когда поздней ночью возвращались домой по Волгоградской трассе. По виду сразу поняли, косулю сбили. Было все в крови, то есть и темно, фонариком посветили, так как было. Ну, поняли, что ей плохо, потому что она головой там виляла. Ну, мы ее посадили сюда, в Саратов, в клинику привезли. Тут это, на Пенинскую. То есть девчонки согласились ее принять. Врачи ветеринарной клиники в заводском районе единственные решились на операцию. Зашили глубокий порез на животе. Владимир и Дмитрий прождали 4 часа. Ради того, чтобы спасти молодую самку, не жалко было и денег. Но вот оперировать переломы на задних конечностях врачи отказались. Во мной к клинике звонили нам, говорили, что где-то не работает рентген, где-то врач в отпуске. И то, что дикое животное, не будет браться. Мало ли то, что она бешенством больна. Мужчины поражаются стойкости животного. Ведь косуля вытерпела все операции и переезды. Несмотря на то, что дикая, абсолютно спокойно чувствует себя среди людей. Даже разыгрался аппетит. Съела принесенную траву и выпила воду. Откликнулись на помощь и сотрудники комитета охотничьего хозяйства области. После долгих поисков специалистов оперировать перелом согласились врачи первой ветеринарной клиники. Ну что сказать, дела не очень хорошие. С таким случаем здесь столкнулись впервые. И даже удивились, как животное вообще выжило. Чтобы сломанная кость правильно срослась, косули решили установить аппарат Елизарова. И уже ввели предварительный наркоз. Сейчас будут оперировать где-то в среднем около часа все это продлится. То есть и выход. Ну в дальнейшем, как бы еще, если все хорошо пройдет и нормально от наркоза отойдет животное, то еще будет очень долгий процесс реабилитации. То есть еще две недели животное все хорошо будет находиться в подвешенном состоянии. После операции, говорят врачи, животное на всю жизнь останется калекой. И в зависимости от состояния раненой косули ее либо отпустят на болю, либо найдут ей место в зоопарке. По словам специалистов, случаев, когда сбивают животных на трассе, а потом бросают, много. Ведь тому, кто травмировал животное, полагается штраф в размере 100 тысяч рублей. Полина Попинец, Роман Шельзяев, Саратов, 24.